Привет, друзья! Сегодня мы будем давать Сэму препарат от Глистов, подготавливаясь к вакцинации. Для этого мы используем суспенсию. Но так как у нас котик активный, и чтобы он не травмировал ни себя, ни нас, мы его зафиксируем. Вот таким образом замотаем его в полотенце, запеленаем как ребенка. Начинать нужно с лапок. Лапки держите, держите и пеленаете его. Он думает, что это с ним мы так играем. Интересно. Пытается укусить. Вот так вот держите котенка удобно. Конечно, если вам будет помогать, кто-то будет еще удобнее. Он пытается вырваться. Мы используем суспензию. Препараты, какие можно давать котятам, я вам напишу отдельно статью, распишу препараты, дозировку и так далее. Котенка держите в таком боковом положении, чтобы он не подавился, и сбоку вводите ему суспензию. Небольшими порциями. Не нужно стремиться сразу всю дозу, чтобы он не поперхнулся. Чтобы он успевал сглатывать. Обычно суспензия нравится котятам. Не вызывает никаких неприятных ощущений. Когда котенку уже все дали, дозировку, как я говорил, распишу вам, посмотрели, все нормально, он все проглотил, можете его похвалить и отпустить. Ему может быть плохо после этой процедуры. Да, друзья, иногда случается такое, что на любой препарат может быть аллергическая реакция, в том числе и на проверенные препараты, такие, как для обработки котят от листов. Самое основное – это аллергия. Поэтому вы должны после обработки быть дома. И желательно, чтобы обрабатывали в дневное время. Чтобы позвонили врачу, не беспокоили его ночью, чтобы успели принять меры. Аллергия проявляется, у меня есть статья, я вам ссылочку оставлю. Под видео будет ссылка, перейдете, посмотрите. Ну, обычно это слюнотечение, опухание ушей, какие-то, в общем, изменения в поведении котика. И также, может быть, если у котика много влистов, они начнут гибнуть после вашего применения препарата, тоже могут быть осложнения. Как именно, опишу вам подробнее в статье. Друзья, если у вас будут вопросы, пишите, задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok